Так случилось, что разгар страстей на Майдане совпал с важнейшей для россияно-украинцев датой. Ровно 360 лет назад было принято историческое решение о воссоединении наших народов, объединении Великой и Малой России. В 1648 году украинские казаки подняли восстание из-за усилившегося притеснения польскими магнатами. Восстание возглавил бывший сотник реестровских казаков Богдан Хмельницкий. Первоначально им сопутствовал успех. Казачье войско выигрывало одну битву за другой. И уже 23 декабря 1648 года они торжественно вошли в Киев. В 1651 году произошла Берестецкая битва, в результате которой польская армия под предводительством короля Яна Казимира и Николая Потоцкого нанесла сокрушительное поражение казакам. И в августе этого же года литовский гетман Радзивилл занял Киев. Казаки были вынуждены просить помощи у единоверной России. В 1654 году была созвана Переиславская рада, заявившая о переходе подконтрольных восставшим территорий под протекторат России. Русские войска поддержали восставших казаков, что привело к русско-польской войне. Она завершилась Андрусовским перемирием, по условиям которого территории, лежащие восточнее Днепра, левобережная Украина, отошли к России, а лежащие западнее правобережная Украина остались за речью Посполитой. Условия перемирия были позднее подтверждены мирным договором 1686 года. Переиславская рада не может и не должна рассматриваться как какой-то сиюминутный юридический момент, либо как принятие присяги войскам запорожским и населениям малой России на верность русскому православному царю, либо последующие мартовские статьи и прочие соглашения. Этот процесс должен рассматриваться и в последующем, и в предыдущем его развитии, поскольку Переиславская рада, даже самый этот акт, стал закономерным следствием, во-первых, короткосрочных исторических процессов, во-вторых, долгосрочных. Краткосрочных, что я имею в виду, это прежде всего он стал итогом той ситуации, которая сложилась в Речи Посполитой и прежде всего в русских землях Речи Посполитой. В России значение этого исторического события трактуется однозначно. На Украине же за последние десятки лет появилось множество совершенно противоположных мнений и трактовок этого исторического события. Одни интеллектуалы и политики считают, что Богдан Хмельницкий совершил фатальную ошибку, устоившую в стране потери государственности и национальной независимости. Другие же полагают, Переиславская рада была договорным союзом двух равных самостоятельных государств, и по ее итогам возникла их конфедерация. Это было именно воссоединение общерусского тела. И вот этот смысловой момент, значительной частью нынешнего украинского эстеблишмента, гуманитарной интеллигенции, украинствующих, он не принимается из-за вот этого смыслового момента. И надо сказать, что современные трактовки во многих учебниках украинских, либо вот в каких-то иных работах, они ведь были заложены не в результате поиска научной истины, как какого-то там исторического исследования, и не в наши времена. Это идеологии неприятия Переиславской рады, именно как акта воссоединения Западной и Восточной Руси, как собирания русского мира, проистекает из идеологии и практики украинского националистического движения. И вот этой украинствующей идентичности, которая построена на отрицании своей принадлежности к русскому миру, отрицании своих корней, фактически это отрицание всего прошлого культурного наследия Малой Руси. При сравнении учебников за 5-й и 9-й классы обнаруживается диаметрально противоположная оценка этого события. Нету, конечно, такого определения, что это воссоединение Украины с Россией, я сразу хочу сказать. Хотя с изменением политической власти в Украине, она у нас меняется очень часто. Конечно, могут возникнуть такие возвращения к старому, то есть возвращения к советским временам, когда в учебниках было написано, а мы знаем, что вот это определение воссоединения Украины с Россией появилось после 1954 года. В официальной советской науке оно существовало как в учебниках Украины, так и России. Советские учебники были одинаковы, конечно. Но сейчас некоторые политики хотят возвращения к тому старому определению с одной стороны. С другой стороны, тоже существуют некоторые такие политические влияния на науку или на Министерство науки и образования, чтобы в учебниках там было меньше всё-таки России, больше в Украине, потому что всё-таки мы живём в Украине. Учебники по истории Украины часто акцентируют внимание на негативных последствиях Переиславской Рады, говоря лишь о военных, экономических, политических и людских потерях. Но нельзя забывать и о преимуществах. Украина получила мощную защиту от посягательств со стороны Крымского ханства и Речи Посполитой, расширение рынка, серьёзную экономическую помощь, которая была важна, так как после освободительной войны Запорожского казачества эти земли пребывали в упадке. В обсуждении концепции единого учебника в нашей стране это историческое событие также оказалось в списке наиболее сложных вопросов нашей истории, требующих особого внимания экспертного сообщества. Наличие противоположных оценок и трактовок Переиславской Рады подчёркивают и российские, и украинские специалисты. Но главное, в чём сходится мнение историков наших стран, нельзя использовать научные дискуссии в политических дрязгах. А поколение современных россиян и украинцев имеет полное право на честную историю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова